Давайте помолимся за детей. Слава Богу, у нас есть много молитв. Церковь молится. Аминь. Там, где возможно Твое дитя, Твое чадо, простри на Него Твою руку, и мы благословим наших деток. Господь Иисус, мы благословляем наших детей, мы просим Тебя о том, чтобы Твое благословение, Господь, оно было с ними, чтобы ангелы Твои, они были над ними, во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя защита и охрана, Господь, от осквернения этого мира, она, Господь, бывала над ними, во имя Иисуса Христа. Я молю о том, чтобы, Господь, там, где родители не могут позаботиться, Твое сверхобеспечение, Твое сверхзабота, она пребывала с ними, во имя Иисуса Христа. И мы благословляем их Твоим благословением, и мы, Господь, благодарим Тебя за наших деток, потому что мы приняли это однажды, как благословение Тебя. Писание говорит, что благословения Твои, они печали с собой не приносят, И мы верим, Господь, что наши дети будут только радовать нас и возрастать во славу Твою. И мы благословляем их, и благословляем Тебя, наш Бог Отец, Сын, Дух Святой. И все это скажут. Аминь. Слава Богу. Дети, получается, с 7 до 12 лет, сегодня воскресная школа будет только для них. Дети с 3 до 6 лет сидят на служении в зале с родителями. Присаживайтесь. Посмотри на своего соседа, скажи, ожидая от Бога. Знаете, я долго размышлял, о чем говорить. И долго думал, как назвать. И переделывал проповедь. И я все-таки пришел к тому, что тема будет следующей. Сила молитвы единства. Сила молитвы единства. Знаете, я думаю, что каждый из нас знает, что такое одиночество. Каждый из нас знает это холодное чувство, когда ты одинокий. Я заметил, что, оказывается, одиноким можно быть и на каком-то веселье. Можно быть одиноким и в компании каких-то людей. И ты будешь чувствовать себя одиноким. И это чувство, которое может отягощать твое сердце, забирать всю радость, все краски жизни. Я тебе одиноким. Я заметил, и это то, что более всего огорчает, что можно быть одиноким и в церкви. И я долго размышлял, что же случилось, почему так. Я пришел к тому, что мы живем в поколении, которое можно назвать потребитель, который только потребляет. И знаешь, это делает общество эгоистичным. Весьма и весьма. В эгоистичном обществе все одинокие. Вы в курсе? Эгоист, он думает только за себя. И тем самым он становится одиноким. И я думаю, что это то оружие, которое сегодня, возможно, актуально у сатаны. И он долго думал, и он долго размышлял, как сделать молитву праведников бессильной. Потому что он знает, что такое молитва единства. Он знает, что такое, когда верующие собираются вместе, и их молитва единства, она сотрясает весь ад. И она сотрясает всю силу вражескую. И он знает, что это такое, и поэтому он борется с этим. И вы заметите, как в последнее время стало много и много контента, как говорят молодые, которого мы потребляем с вами. И, знаете, многие рекламодатели, многие блогеры, многие личности, они создают вокруг себя контент, и они понимают, нужно создавать что-то, нужно создавать что-то, чтобы люди потребляли. А люди стали настолько безразборчивы. И, возможно, сегодня ты, если сравнишь себя с тем, кем ты был года три назад, четыре назад, ты был более избирателен к тому, что ты слушаешь, смотришь, но сегодня контент постоянно с тобой, сегодня ты постоянно что-то потребляешь. И, знаете, у нас на одном из предприятий один из руководителей, он переживает, и он такой говорит, слушай, я не могу, они вот, у них обед, они все в телефоне, они же там листают, 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 листают. И, знаешь, в этой ленте ты не замечаешь, как что-то, возможно, ты потребляешь то, чего ты не должен потреблять. Твои глаза смотрят на то, чего они не должны видеть, но ты это как бы в общей массе, и оно все раз, 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 раз приходит в тебя. И, знаешь, если ты как бы еще что-то не успел где-то что-то осознать, но твой мозг успел обработать всю информацию, которую он увидел, наш мозг на самом деле устроен весьма и весьма чудно и дивно, и Господь его задумал таким хорошим органом в нашем теле, и он обрабатывает информацию, но много быстрее, чем ты, может быть, осознаешь это. И потом ты удивляешься, а как это или тот или иной образ, а как или тот иной сон снится мне, или как и те или иные мысли посещает меня, а все дело в том, что ты сеял, ты сеял, ты сеял, ты сеял, и оно начинает произвести плоды в тебе. И я бы хотел, чтобы мы, знаешь, пересмотрели, возможно, сегодня вот это потребление, мы пересмотрели свое сердце, мы пересмотрели те ресурсы, через которые какая-либо информация приходит в свою жизнь, чтобы нам не стать потребителями, чтобы нам не стать эгоистичными, чтобы нам не стать, знаешь, просто тем, кто приходит, а дай, а покажи, а я хочу увидеть больше, а ты меня этим уже не удивишь, а это я уже где-то слышал, и твои ожидания, они уже, знаешь, тебя уже и фейерверком здесь не удивить. А церковь начинает переживать об этом, и церковь начинает думать, как нам больше привлечь, как нам сделать все лучше, как контент наш сделать потребляемым, как нам заинтересовать публику, как нам сохранить то, кто приходит сюда. И мы начинаем думать, и наши ценности начинают смещаться, не туда, куда нужно. Когда церковь, у церкви, на самом деле, абсолютно другое предназначение, это спасать неспасенных. Аминь. Бог говорит, дом мой, домом молитвы назовется, не домом контента, не домом информации, не домом развлечений, но домом молитвы. А как молиться там, где нет единства? Как молиться там, где общество эгоистично, и общество пришло только ради себя, и себя самого? Я бы хотел, чтобы каждый из нас, мы переоценили свое сердце, мы посмотрели внутрь себя и спросили, что я здесь, кто я здесь, зачем я здесь? С каким ожиданием я пришел, или я пришел без ожидания по обыкновению сердца? И к таким Бог говорил в Откровениях, и Он говорил следующее, что знаю дела твои, и дру твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разрадных, и испытал тех, кто называет себя апостолами, а они такими не... они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес им, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Послушай, это послание, оно написано к очень и очень хорошим людям, таким, как ты и я. Мы много что перенесли, наша церковь много что перенесла, наша церковь за период 30 лет, мы будем в октябре месяце праздновать 30-летие церкви, за эти 30 лет мы много что перенесли. Вспомните те заголовки газета, когда газета гласила, сектанты захватили дворец Ленина, или вспомните другие любые заголовки, где поносилась церковь, и мы собирались вместе, и пастор говорил, делал призыв, послушайте, давайте выходить за пределы нашего разума, давайте выходить за пределы нашего понимания, нам нужно здание для церкви. И никто из здесь присущих не думал, что однажды церковь будет собираться в доме, где поносилось христианство, где были собрания против верующих. Кто-то думал и мечтал о таком, что мы будем собираться в дворце Ленина? Нет. Но мы в единстве, мы приходили, мы молились, мы уповали, мы верили, и когда, я вспоминаю тот день, когда во дворце Спартак, мы собирались в Спартаке, и нам показывают то здание, которое мы приобрели. Кто помнит этот день? Это было громко. Аминь. Это было сильно. Это превзошло все наши ожидания. И знаешь, Бог сегодня смотрит на тебя и меня, и Он говорит, слушай, ты молодец, ты хороший, я вспоминаю дни, дни, когда мы были с тобой, когда ты только пришел ко мне, я вспоминаю те дни, когда ты только поверил в меня, когда ты горячо молился, когда ты не смотрел ни налево, ни направо, и ты не думал, а что подумают обо мне, когда я подниму руки, когда ты приходил на собрание, и тебе было не важно, что думают о тебе другие, тебе было важно услышать голос Божий, и ты взывал к нему, ты искал его лица, и ты страстно молился, ты прибегал домой в тайную комнату, закрывал двери, и ты не думал, что думают о тебе соседи, но ты наоборот хотел докричаться до самого верхнего соседа, чтобы он знал, что здесь есть верующий. А сегодня суета, сегодня потребление контента, сегодня ты стал эгоистичным, ты сегодня увидел, что, слушай, люди живут как-то по-другому, у них есть машины, у них есть что-то еще, и ты начал, Господь, дай мне, дай мне, благослови меня, дай мне, я хочу этого, я хочу этого. И Бог показал мне одну из притч от Луки 15 глава, всем известная притча. с 11 стиха, еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, отдай мне следующее, мне часть имения, и отец разделил им имение. Послушай, я думал, что это относится к тем, кто когда-то был в церкви и ушел, и заблудился, но ты можешь быть сегодня, оказывается, блудным сыном в доме Божьем. Ты приходишь в дом отца, ты видишь все то имение, которое есть у твоего отца, и ты говоришь, ты мне не нужен, мне нужно то, что у тебя есть, дай мне мое. И знаешь, твои маялитвы, возможно, мои маялитвы были такими, я говорил, Бог, я претендую на то, что мое, я претендую на те благословения, которые ты обещал мне. И это весьма и весьма эгоистично. И ты не обращаешь внимания на отца, который создает атмосферу единства, он создает атмосферу семьи, и он старается сделать так, чтобы ты обратил внимание не на то, что он имеет, а на него самого. Но ты приходишь и говоришь, отдай мне мое имение. И ты можешь быть в доме, ты можешь быть в церкви, не обязательно куда-либо уходить, но ты потерял отношение с отцом. И ты говоришь, мне нужно вот это, мне нужно вот это, мне хочу вот это, я хочу больше, я хочу вот этого. И послушай, когда ты так молишься, когда мы так молимся, мы молимся только за себя, единство, оно теряется. Единство теряется. Потому что рядом с тобой стоит старший сын, который, помните, и мы прочитаем это. Двадцать пятый стих. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призывав одного из слух своих, спросил, что это? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой закалил от кормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал ему в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоему, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Послушай, это старший сын, он тоже претендовал на то, что было в доме отца. И его оказывается служение, его верность, она была эгоистична, она была с неправильными помыслами. Он претендовал, он думал, ага, старший ушел, этот забрал, то есть один из сыновей ушел, забрал свое, претендовал, а то, что значит, там вот, допустим, в загоне, то, что там осталось, это все мое, я буду это приумножать, это все будет принадлежать мне, но он не видел, что отец дает ему это, он не видел, что это его, и он, когда это произошло, его пумыслы, они открылись, и он говорит, я претендовал на это, а ты даже не дал мне этого, я здесь тоже весьма-весьма эгоист. И вот два брата, и бедный отец, который думает, да что с вами происходит? Отец, который встречал того, каждый раз, когда приходит, когда тот, искал встречи, чтобы тот сын вернулся, и ждал, и ожидал, когда же все-таки сын, все-таки вспомнит про отца, когда же этот сын придет к отцу, и как же сердце его разрывалось, когда он думает, ура, аллилуйя, слава Богу, моя семья становится полноценной, мы приходим к единству, но тут старший начинает выдавать казусы, и он говорит, слушай, что это такое? Это как-то несправедливо. И единство, оно там неполноценно. А вроде бы, как бы семья восстановилась. И послушай, очень часто мы похожи на этого старшего, или младшего, я не знаю, кто там из них был старше, младше, на этого заблудшего, и на этого сына, который остался, и мы не можем прийти к этому единству, мы не можем прийти к тому, к той радости, которая на самом деле от Бога, и которая на самом деле от отца, о том, что семья-то полноценная, семья восстанавливается, семья становится единой, и их помыслы, и сердце, они объединяются. И в этом и есть проблемы, в этом и есть, в этом и есть, знаешь, вот это, то, что отдаляет нас в молитве, то, что отдаляет нас друг от друга, хоть и телами мы вместе, но духом мы порость, мы как лебедь, рак и щука, которая тянет, куда лишь бы притянуть, лишь бы к себе, один тянет на дно, другой тянет по поверхности, третий тянет в небо, а воз и ныне там, а тело и ныне там. Драгоценное, мы, каждый из вас, скажет аминь на то, что мы вместе, одна большая семья, аминь. Наш лозунг, и он мне так нравится, знаешь, в лозунги, в лозунги любых компаний вкладывается их принципиальная ценность, и ценность нашей церкви в том, что каждый часть семьи, каждый из нас часть семьи, а мы как будто про это забыли, забыли то, что написано в нашем лозунге. Церковь, где каждый часть семьи. Я верю, что если мы вернемся к этим истокам, я верю, что если мы начнем вспоминать, слушай, а раньше-то я действительно, я думал о других, я думал, зачем мне, я лучше благословлю этого, я лучше отдам этому, я лучше послужу здесь, я лучше послужу там, я лучше забуду про свое хотелки, и хочу, я лучше отдам это моему ближнему, потому что он об этом мечтал уже очень давно, и это для него будет большим чудом. Меня так сильно вдохновила одна история, которая произошла в церкви, церковь, которая, я так понял, она была в колхозе, она собиралась в коровнике, и там им отключили свет, и церкви нужен был агрегатор для того, чтобы вырабатывать электричество, и пастор делает призыв, во время служения он говорит, церковь, драгоценные братья и сестры, нам нужен вот этот вот генератор, он стоит столько-то денег, и там начали приносить приношение именно на эту нужду, и он решил посмотреть, кто сколько положил, смотрит там один, два, там три, четыре, и какая-то большая сумма, бах, приходит сумма, которая нужна на этот генератор полностью, и он говорит, я хочу узнать, кто это узнает, это оказывается девушка, которая там 21 год, и он призывает к себе, говорит, слушай, как так, откуда такие деньги, ну, зачем, и она рассказывает, я копила на учебу, но как я только услышал о том, что для моей церкви, для моих братьев и сестер, во Христе Иисусе, понадобился этот генератор, я взяла это, я лучше потом отучусь, еще вся жизнь впереди, я еще успею, и она взяла все сбережения, которые у нее были там от бабушки, которые она смогла накопить, когда работала, и принесла это, и пастор говорит, слушай, там, и этот пастор, потом свидетельствует, он говорил, бизнесмены там вложили, ну, там, от суммы там 5-4 доллара, грубо говоря, она принесла все, и он начал узнавать, слушай, дорогая моя, а как же, она говорит, да пастор, вы знаете, а как же родители, он говорит, вы знаете, у меня нет родителей, для меня церковь стала семьей, церковь меня приютила, и он начал плакать, он говорит, забери, забери это, пожалуйста, она ему сказала, не забирайте, у меня возможность благословения, не забирайте, и, знаешь, Бог весьма и весьма обильно благословил ее потом, но это не об этом, я бы хотел обратить внимание на то, что ее сердце, ее переживания, она делала все для семьи, она сделала все для церкви, а как мы сегодня, а где наша искренность, возможно, возможно, когда-то ты был настолько, ты был настолько посвящен, ты отдавал абсолютно всего себя для церкви, ты отдавал всего себя для тела и служения, но раз что-то приходит, и ты где-то там, и ты не в Доме Божьем, и говоря о единстве, знаешь, я, во-первых, вспоминаю, конечно, наш дворец Ленина, о том, что мы приобрели дворец, и это то, что превзошло наши ожидания, и то, что взбудораживало каждого из нас, аминь, но я вспоминаю еще одну силу молитвы, которая произошла с израильтянами, когда они начали входить в землю святую, и когда они были под руководством Иисуса Навина, и перед ними встали стены Иерихона. Ты помнишь эту историю? И вот Иисус Навин получает откровение, которое принес ему ангел, он говорит, слушай, семь дней ходите вокруг здания, ой, вокруг стен Иерихонских, просто ходите и молчите, пускай впереди вас будут возглавлять ваши священники, служители, пускай они будут нести ковчег, и каждое утро, и каждый день просто проходите это. И Иисус Навин, он передает это израильскому народу. И меня весьма и весьма удивляет, говорит, что... как написано, шестая глава, шестой стих, он все пересказывает это израильтянам, и он говорит, и сказал народу, пойдите и обойдите вокруг города, вокруг вооруженные же, пусть идут перед ковчегом Господнем. «Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несущих семь труп юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними». То есть, как только Он сказал это, как только Он передал это народу, как только Он рассказал это воинству, Он говорит, слушай, я получил откровение от Бога, как мы возьмем этот город, народ так скоро собрался и пошел. То есть, насколько они были едины, насколько их желание овладеть этим городом для Господа было весьма и весьма сильным, что они не стали задавать ему вопросы. Какое-то странное откровение ты получил только что. Какая-то странная мысль тебя посетила, как может это помочь нам в заявании такой огромной цели. Как это может помочь нам просто ходить, просто собираться, просто быть едины вместе, идти и размышлять, возможно, молчать, мечтать о чем-то вместе. Как это поможет нам? Но они просто собрались и пошли. Почему? Потому что перед этим они перешли Иерихон. Они перешли Иерихон. Было чудо. У них уже было, было что вспомнить. И послушай, сегодня я бы хотел взбудоражить тебе твои чувства, твои эмоции, твои прошлые победы для того, чтобы сегодня стены Иерихона, они пали. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня зажегся для Господа о том, что сила молитвы, оказывается, может потрясти стены Иерихона. Оказывается, просто то, когда мы едины, просто тогда, когда мы вместе, просто тогда, когда мы начинаем возвышать свой голос вместе, и наша цель, наша цель — это Господь, наша цель — это планы Бога, наша цель — это мечты Божьи, наша цель — это планы и Господа нашего, это может разрушить стены Ерихона. И мы, и ты, и я будем видеть, как стены падут. И послушай, я думаю, что когда они начали ходить, когда они ходили седьмой день семь раз, и на седьмой раз он говорит, все, пришло время, давайте просто провозвысим победу, давайте просто возвысим свой голос, и вы увидите великую силу Божию. И когда они это сделали, когда трубы начали трубить, когда каждый из них начал кричать, слава Богу, стены просто начали рушиться. И я думаю, это превзошло их ожидания. Они не думали, они не мечтали, как это произойдет, они не знали, откуда придет победа, но все, что их объединяло, этот семидневный поход вокруг этих зданий, это плечо друг друга, это, возможно, какая-то просто безмолвленная поддержка. Но когда они начали кричать вместе, когда их целью было овладеть этим городом, с серии на Ерихона они пали. Послушай, сегодня есть стены. Стены мирские, стены сердец человеческих, и наша цель захватить их для Господа. Аминь. И ты смотришь на эти стены, и ты думаешь, как, как овладеть ими? Ты смотришь на то, что происходит в этом мире, и ты думаешь, Господи, как принести им спасение? Единство. Ракостянный, посмотри на своего соседа, скажи, давай будем едины сегодня. Давай будем едины для целей Божьих. Давай будем едины для того, чтобы сегодня стены Ерихона не пали от наших с тобой голосов. Аминь. Я тут же вспоминаю следующую историю, которая записана в Новом Завете, которая произошла с учениками. Кто начал понимать, о какой молитве я говорю? День Пятидесятницы, когда Дух Божий сошел и почил на каждом из них. Писание говорит, что они были единодушно вместе. Единодушно были вместе. И что они получили? Они получили обещанное от Бога. Когда Иисус Христос восходил на небо, Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите обещанное. Он не сказал, как это придет. Заметьте. Он не сказал, что именно придет. Ничего из этого. Но каждый из учеников не отлучался. У них были вопросы друг к другу. Они на самом деле за короткое время пережили очень и очень много. И у каждого из них, возможно, были какие-то вопросы. У каждого кому-то были претензии. Но была одна цель – получить обещанное. Послушай, в единстве мы получим обещанное. В единстве ты получишь спасенных родных и близких. В единстве ты получишь спасенный город, город Пермс. В единстве ты спасешь. В единстве мы получим спасение России. В единстве мы получим это пробуждение. потому что Писание говорит, что в последние дни Бог и зальет от Духа Своего на рабынь и рабов моих. Я бы хотел вложить в сердце каждого из нас эту мечту. Бог, дай мне это. Бог, дай мне это для того, чтобы сегодня Твоя слава сияла намного больше, чем мои мечты и желания. Дай мне Твое единство. И также Писание говорит, что Матфея, 18 глава, 19-20 стих, слова Иисуса Христа, там написано, истинно также говорю вам, что если двое, почему двое? Потому что два брата. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. И мы будем молиться сегодня. Если ты давно не ощущал присутствие Божье, если ты давно не ощущал такое сильное и явное присутствие Духа Божьего в своей жизни, послушай, сила молитвы единства, сила молитвы согласия двух превзойдет твое ожидание. Превзойдет твое ожидание. И ты получишь, возможно, то, о чем ты даже не просил. Ты получишь, возможно, больше, чем ты даже сам ожидаешь и думаешь. Только потому, что ты согласился с рядом стоящим. Давай молиться во славу Божью. Давай возвысим свои голоса, чтобы стены Иерихона, они сегодня пали. Давай получим то обещанное, то, что Бог обещал каждому из нас в силе единства. Давай будем единодушны вместе сегодня. Аминь. И знаешь, ввиду последних событий, ввиду того, что происходит сегодня в мире, я думаю, пришло время, когда нам нужно сиять намного больше, чем тьма сгустилась над этим миром. Я думаю, что нам нужно объединиться всем вместе для того, чтобы не просто как-то где-то получить от Бога что-то для себя, но получить от Бога что-то для церкви, чтобы церковь могла служить многим и многим. Аминь. Давайте не будем сегодня эгоистичны. Давайте не будем сегодня думать только про себя. Давайте вспомним ту первую любовь, с которой мы пришли к Богу. Ту ревность, с которой мы пришли к Богу, и ту молитву, ту горячую огненную молитву, с которой мы пришли к Богу в те первые дни нашего знакомства с Ним. Для того, чтобы, слава Божья, она пришла на это место. И она сделала нас одним целым, одной большой церкви, для того, чтобы получить обещанное, для того, чтобы стены Иерихонские, они сегодня пали на твоих и моих глазах. Аминь. И давайте встанем на наши ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok